9030. Номер для ваших сообщений 8900-993-0105. Ваше мнение услышит вся область. Говорит Псков. Главный утренний канал нашего региона. Главный утренний канал Галерий Псков. Традиционный оперштаб по борьбе с коронавирусом. Как сказал губернатор, что несмотря на рост заболеваемости, борьба с коронавирусом, бороться с коронавирусом можно и без закрытия экономики. Он подчеркнул, что аналогичный показатель заболеваемости в прошлом году привели бы к введению локдауна на территории региона. Однако сейчас у региона есть опыт противодействия пандемии. Если мы с вами уже все привыкли к тому, что может быть дистанционное обучение у школьников, может быть обязательная самоизоляция для граждан старше 65 лет, то на последнем оперштабе нечто новенькое все-таки нам озвучили. Так, например, с 1 ноября для посещения общественных кафе, ресторанов, баров и других мест общепита необходимо будет предъявить QR-код о вакцинации. Друзья, да. Напомню я, что работаем мы в прямом эфире, телефон студии 628030. Если у вас есть чем поделиться, то обязательно звоните и делитесь своим мнением, как вы считаете, как подобные меры повлияют вообще на наш регион. Ну а пока хотел бы сказать о том, что не только мы с вами, обычные граждане, думаем, как же нам теперь надо будет ходить в рестораны, кафе, бары. Или, может быть, вообще в принципе отказаться от этого. Поверьте, что владельцы бизнеса, владельцы общепита тоже пока еще находятся в легком недоумении и не понимают, как организовать работу с 1 ноября. Так вот, с одним из таких представителей, с руководителем кофейни, с Марией Юсуповой, я и пообщался. Давайте послушаем. И у нас на связи руководитель кофейни Мария Юсупова. Мария, здравствуй. Здравствуйте. Мария, ну подскажите, пожалуйста, вот с 1 ноября губернатор сказал, что вводят обязательно QR-коды для посещения кафе, ресторанов, баров. Вы как руководитель готовы ли были вообще к таким мерам? Ну, вообще вопросов масса. Вообще непонятно, как это будет происходить вся система, как проверять эти QR-коды, как проверять справки о том, что человек уже болел. Это получается, каждому из нас надо будет выделить отдельную единицу, которая должна стоять на входе и контролировать всех посетителей. А, кто заходит. И кого-то еще и отклонять, не пускать внутрь, да? Да, то есть мы встаем в конкретный конфликт с гостями. Получается, мы, когда было полтора года назад введено, вот это вот все закрыто, все кафе, когда только-только вдарило пандемия, и работать разрешили там, так скажем, на доставку, либо через окошко. То есть как бы через окошко, так скажем, мы обслуживать могли 100% гостей, которые к нам придут. Ну, шли мимо, кофе с собой взяли, пошли дальше, да? Да, а здесь, получается, 35%, насколько я знаю, все у нас привито, если я ничего не путаю. И, получается, я могу обслуживать только 35% вот этих вот людей от 100 возможных. То есть мы сейчас говорим о том, что выручки упадут в три раза практически, да? Это 100%, и гости, которые были реально нашими гостями, которые к нам ходили постоянно, просто перестанут к нам ходить. Соответственно, я их потеряю, возможно, даже навсегда. То есть опусти гостей без QR-кода, получи огромный штраф, который тоже будет неподъемным, ввиду того, что упадут кафе. То есть получается, что ресторанный бизнес стал так зажат между двух стен, да? С одной стороны, у нас наши гости, которые хотят прийти, да? С другой стороны, суровые меры. А вот по поводу того, как механически будет организовано, планируется ли какая-то встреча, может быть, с представителями власти или с уполномоченным по делам предпринимателей? Вообще понятия не имею. Тишина полнейшая. То есть, как я себе в голове это представляю, насколько я знаю, как это вот в Москве было, когда у них вводили QR-коды, да? То есть это должны быть определенные считыватели. Соответственно, для меня это закуп дополнительного определенного оборудования. То есть выделение, опять же, отдельной единицы на проверку этих QR-кодов. То есть дополнительный... У меня увеличится фонд заработной платы. То есть вообще непонятно ничего. Маш, а если порассуждать немножечко, как считаешь, что все-таки система QR-кодов лучше? Или необходимо было просто объявить локдаун и проще вообще закрыться, чтобы зарплату не платим, но и расходов у нас нету, но нету доходов? Это очень сложный вопрос. То есть есть же предприятия... Вы представляете, каким трудом мы набираем сотрудников, их обучаем туда-сюда. И получается, потом нам в один момент надо со всеми распрощаться и дать им отпуск на какое-то время, оплачиваемый опять же. Или поплатить им зарплату за то, что они не работают, но я не зарабатываю в этот момент. То есть тут у предприятий должна быть такая хорошая финансовая подушка, чтобы этими всеми делами заниматься без потерь. А эту финансовую подушку, как я понимаю, уже годы пандемии-то подрастрепали. Подрезали, подрезали нормально. Подрезали. Как вообще выживать общепит в таких условиях? Что, может быть, конкретно вы планируете делать, как-то моделируя эту ситуацию, которая с 1 ноября уже станет нашей реальностью? Ну, как, даже не знаю, честно не знаю, но, как и в предыдущий раз, я поняла, что надо, типа, менять либо профиль, то есть работать больше на доставку. Но, опять же, есть такие продукты, которые на доставку, ну, то есть я слабо себе представляю, как можно, например, привезти из центра города кофе с доставкой, например, на улицу Рокоссовского, если человек хочет именно от меня кофе. То есть пока я еду, он же остынет, и он уже не будет тем самым качественным продуктом, который мы пытаемся отдавать на баре. Ну, и рентабельность тоже, да, вызывает некоторые вопросы? Ну, да. В этот момент. Дополнительные единицы техники, дополнительные единицы, там, сотрудников на доставку, либо, да, как бы я и сама могу возить это без проблем, но, опять же, вот, страдает качество продукта, который я привожу. И в итоге человек скажет, да, у них, типа, кофе не очень, больше я там заказывать не буду. А те, кто без QR-кода, к вам, в принципе, попасть, получается, и не смогут, к сожалению, с 1 ноября. Но, Маш, руки-то не опускаются? Да не опускаются, что же делать-то? Мы тут уже на коленях стоим уже, как полтора года. Тут уже руки на полу стоят. Руки уже стоят на полу, но главное, что есть оптимизм в душе. Какое все есть. Маша, спасибо тебе большое, пожелаем удачи тебе и всем нашим рестораторам, владельцам кафе. Прорвемся. Прорвемся? Конечно, прорвемся, куда уж без этого. Ну, хорошо, спасибо большое, хорошего дня, Маша, спасибо, до свидания. До свидания, не болейте. Не болейте, ага. Ну, самое главное, что оптимизм есть, оптимизм есть у владельцев общепита, и надеюсь, что всю эту систему к 1 ноября они обязательно отладят. Друзья, как вы к этому относитесь? Будете ли вы избегать посещения ресторанов, кафе и баров? Либо же, наоборот, пойдете с двойной радостью? Телефон студии 62-80-30, звоните, дозвонитесь и делитесь своим мнением. Так вот, мы продолжим, если общепит переходит на эту систему QR-кодов только с 1 ноября, то со вчерашнего дня, с понедельника, с 11 октября, для посещения театров, филармонии и других культурно-досуговых мероприятий уже необходимо предъявлять QR-код. Так вот, как же это скажется на культурной жизни нашего региона, как там сейчас организованы процессы, что самое главное делать тем, кто уже приобрел билеты, а пока еще не обзавелся этим заветным QR-кодом? Мы узнали у директора Псковской областной филармонии, Елизаветы Барышниковой. Давайте послушаем. Друзья, у нас на связи директор Псковской областной филармонии, Елизавета Барышникова. Лиза, здравствуй. Здравствуй, Саша. Да, ну что, с понедельника зрители могут посещать культурные мероприятия только при наличии так называемых QR-кодов или QR-кодов. Была ли филармония готова к таким мерам? Ну, это была несколько неожиданная для нас информация по итогам МОЗР-штаба, но последние полтора года мы уже привыкли работать в несколько ручном режиме, назовем это так. Поэтому мы быстро реагируем на все указания, которые поступают из демистрации, соответственно, готовы к нововведениям. Ну вот, насколько, по вашему мнению, сильно уменьшится вообще количество зрителей? Ведь сейчас привиты у нас не все 100% в области, да? То есть некоторые зрители будут вынуждены отказать себе в культурном досуге. Очень сложно сейчас предугадать какую-то конкретную статистику, но определенно будет спад в продаже билетов и в посещении концертов. Я могу это сказать с твоим опытом общения со своими коллегами из других регионов, где данные меры уже введены. Но я так понимаю, что это неизбежная ситуация. Я очень надеюсь, что постепенно эта ситуация выровнится, наладится, все больше людей будут прививаться, соответственно, мы сможем встречаться в зале все большим составом. И наполнять зал. А вот сейчас, что делать тем зрителям, которые приобрели билетик, а потом вот появилась у нас, значит, с 11 октября вот такая вот мера с кюрокодами, и не успевают они привиться, чтобы попасть на какое-то ваше мероприятие? Ну мы, конечно, в этом вопросе идем всем навстречу. Безусловно, абсолютно все в любой момент могут сдать приобретенные билеты на те или иные мероприятия. В связи с каких-либо штрафов и вычетов, в кассе филармонии, либо онлайн, написав письмо в техническую поддержку компании Орбилеты. Много ли вот уже, может быть, люди начали сдавать билеты? Билеты сдаются, но не в том количестве, которое мы ожидали, что показывает, что действительно уже большое количество наших зрителей привились и готовы приходить на наши мероприятия, предъявляя необходимые документы. Ну это как такой небольшой стимул, чтобы к вам попасть. А вот все-таки вопрос, как же механически будет происходить вот эта вот проверка? Это какой-то нужен специальный считыватель вот здесь? И на каком этапе будет проверяться непосредственно кюрокод? На этапе покупки билета или когда я уже захожу в зал? Нет, кюрокод будет проверяться на этапе захода в зал. Сейчас мы приобрели специальные электронные считыватели для кюрокодов. Также будут действительно живые справки, живые документы, паспорты вакцинации и справка о том, что вы переболели. Вот так вот. То есть специальные считыватели есть и перед ходом в зал я показываю и билет, и свой кюрокод, либо справочку. Правильно я понимаю? Да, именно так. А много ли концертов отменилось в связи с этим требованием, либо же в принципе в плане графики концертов в филармонии изменений произошло? У нас нет отмен. Мы будем проводить концерты. Произошло несколько переносов, но глобального изменения расписания как шоколого нет. Мы будем работать в привычном для нас графике. И буквально позже, я думаю, что в течение нескольких дней мы опубликуем все те изменения, которые в нашем расписании происходят. Ну да, я понимаю, что вот так вот сложно сразу же как-то перекроить график, построить его под новое реалии. Да, очень сложно, потому что мы же завязаны не только на своих коллективах. Мы работаем с нашими коллегами, с прокатчиками, организаторами из других регионов, с разнообразными исполнителями. Поэтому требуется время для того, чтобы передоговориться, скажем так. Да, и перенести, возможно, какие-то значимые концерты. Лизавета, наверное, один из таких финальных вопросов вообще. А насколько рентабельно при подобных правилах посещения проводить какие-то большие концерты, фестивали? Ну, мы вообще, в принципе, говорим о том, что 50% заполняемость жала, это не очень вентабельно. И, конечно, хотелось бы больше. Но будем как-то выкручиваться, да. Мы всегда за то, чтобы провести мероприятие даже иногда в ущерб каким-то финансовым благам. Ну, за культурное досуга развития псковичей, гостей нашего города. Да, всегда. Ну, как я понимаю, руки не опускаются. Вперед смотрим уверенно в будущее. Надеемся, что совсем скоро уже в полном зале мы соберемся на каком-нибудь вашем замечательном концерте. Я тоже очень на это надеюсь. Конечно, мы не опускаем руки. Мы ждем всех наших зрителей. Пока что только тех, у кого есть правки. Но я надеюсь, что в скором будущем как-то эта ситуация изменится в сторону полных залов. Да, да. Что же, Елизавета, мы тоже будем на это надеяться. Спасибо вам большое. Ну и до встречи уже в зрительном зале. Я обязательно приду. У меня сертификат есть. Я вакцинирую. Я вакцинирую тебя. Да, поэтому обязательно-обязательно к вам в гости загляну. Спасибо большое и хорошего дня. Да, спасибо, Саша. Пока. Ну, вот таким вот мнением поделилась с нами Елизавета Барышникова, директор Псковской областной филармонии. А, как я понимаю, у нас есть звоночек. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Как вас зовут? Кудинский район, Дивенни-Живицы. Данил Иван Петрович. Так, Иван Петрович, да-да-да, слушаю. Я вот прочитал в газете, пятая газета, вот такую новость. В Британии, Британии, 17 июля отменили все ограничения. А рядом во Франции продолжаются всякие разные ограничения. Так, все. Почему отменили, потому что люди как болели, так и болеют. Вид, привитые, непривитые, всякие разные. По этому поводу академик Гундеров заявил о том, что лекарства от вирусов нет. Понимаете? Нет вирусов, лекарства. А кроме этого, Нобелевский уряд, француз, вирусолог, ему Нобелевская премия присутствовала за то, что нашел ВИЧ, вирус. Так, заявлял о том, что чем больше будет людей привито, тем более агрессивно будет вести себя вирус, потому что он будет более быстрее мутироваться. Так, Иван Петрович, а если мы с вами немножко копнем в историю, вспомним Екатерину Вторую, когда там была, соответственно, у нас эпидемия ОСПы, и она первой привилась и победили эту ОСПу. Значит так, мы не должны путать вирусы с микроорганизмами, с микробами, со всякими разными. Так, поэтому на эту тему мы опускаем, потому что, чтобы не вести дискуссию, ни я не специалист, ни вы не специалисты, я передаю новости. Так, и кроме этого, я хочу заявить другое, о том, что в советское время на 10 тысяч населения было 42 врача и 130 коек. Вот в Псковской области должно быть 2700 врачей, понимаете, 2700 врачей на это население. Вот пусть врачи не пищат, не плачут, а обращаются к власти и добиваются, чтобы дошли до того количества. Тогда и нагрузки такой не будет, понимаете? Всё. Всё, Иван Петрович... Вот так вот. А людям, советую, укрепляйте свой иммунитет, прекратите принимать антибиотики. Живите естественной жизнью. Хорошо. Иван Петрович, а вы как считаете, всё-таки по британскому пути или по французскому надо пойти? Мы по своему пути должны идти. По британскому, конечно. По своему, по британскому. Иван Петрович, в любом случае, спасибо вам большое за ваше мнение. Благодарим вас. Ну что же, вот такое вот мнение из Куньи пришло к нам. Напомню, телефон студии 62830. Если вам тоже есть чем с нами поделиться, может быть, какой-то статистикой, может, какими-то данными, как это сделал Иван Петрович, то, как говорится, милости просим. Ну а прямо сейчас сделаем небольшую музыкальную паузу. Говорили мы с вами про концерты, про баказофилармонию. Так вот, там состоится концерт Анастасии Владимировны Слоневской, проще говоря, певицы Славы. И, вне зависимости от того, пойдёте вы на него или нет, предлагаю послушать её одну из самых таких топовых композиций. Так, песня «Слава однажды». Ты не думай, обо мне не зови, я всё та же, и живу я, как все лучше даже, я про нас так легко забываю. Ты не думай, обо мне не зови, я устала, за тебя столько раз умирала, но сейчас я, как прежде, живая. Слава однажды. Слава однажды. Слава однажды. Слава однажды. 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 Ну, он не ребенок, во-первых, ему уже 22 года, он совершеннолетний, который, в соответствии с законодательством Российской Федерации, должен и может отдавать отчет всем своим действиям. А если говорить про несовершеннолетний, конечно, мы понимаем, что сегодня ТикТок – это такой захватчик времени, убийца времени его называют, в который залипаешь, потому что это доступность, простота, а желание самореализоваться, причем это самореализация именно путем зарабатывания лайков, она и среди молодежи, конечно же, очень высока – получить одобрение через лайки. Что самое главное, тут сложно сказать, потому что, честно признаюсь, иногда и сама могу затянуться этой сетью, да, откроешь, посмотреть один сюжет, а потом вот эта бесконечная лента новостей, она, конечно, очень сильно… Моргнуть не успеешь, а уже час времени потрачен. Ну да, я, кстати, скажу, что практически именно столько времени каждый пользователь в среднем тратит на ТикТок частный, Инстаграм частный. Но о чем речь-то сейчас, да? Мне кажется, что самое главное, о чем должен говорить родитель, взрослый, детям, и то, что должен каждый ребенок сам понимать, это то, что чем бы ты ни занимался в жизни, будь то там, я не знаю, копать в огороде картошку, сплавляться по горной реке на рафте или снимать фото или видео для ТикТока, надо всегда помнить о безопасности, потому что иначе ценой такого лайка может стать и жизнь, и здоровье, а дальше уже и горе родителей и так далее. То есть вот это самое главное. Конечно, когда ты затянут в эту сеть, ты порой забываешь о рисках, с которыми сопряжено. Да, потому что здесь ты, как вы правильно сказали, ставишь лайки и репосты на первое место, и уже не сильно задумываешься о том, что с тобой будет дальше. Хорошо. Вот. И здесь как понять, как дать понять подрастающему поколению, что жизнь-то она не только в соцсетях и ТикТоках, вот, а что она реально четко, что вокруг тоже много всего интересного, ведь... Есть очень хорошее мнение, что занятый ребенок не будет заниматься ерундой, и это не будет его склонять ко всяким там неприятностям. Я соглашусь с этим, хотя в современном мире можно и поспорить, да, потому что вот в соцсети это такая данность, от которой никуда не денешься. Уже да. Будут там миллионы людей в них сидят и зависают, но когда ребенок занят, когда у него есть увлечение, ему проще отказаться от зависания в соцсетях, потому что он знает, что ему необходимо там, не знаю, сто раз подтянуться, нарисовать восемь эскизов для художественной школы, либо ему нужно, там, перепрыгнуть кого-то, потому что он занимается прыжками в длину или высоту, или в ширину, и так далее. Или изучить какие-то новые на музыкальном инструменте. Ноты, да. Да. То есть, когда ребенок занят, у него меньше соблазнов долго провисать в социальных сетях, хотя это тоже не исключено. Ну и, конечно, то, о чем я всегда говорю родителям. Уважаемые родители, вы должны знать и абсолютно быть уверенными, где, с кем, в какой соцсети проводит время ваш ребенок. Что он там ищет, почему он ищет это в социальных сетях, а не в реальной жизни. Можете ли вы хотя бы минимальным образом заменить ему времяпрепровождения в соцсетях и сделать это время интересным, интересным, интереснее, чем то, что он... А должен ли, Наталья Викторовна, должен ли родитель быть подписан на соцсети своего чада? Ну, насчет слова «должен» я не знаю. Я подписана в соцсетях, иногда мне хочется от них отписаться, но я тогда понимаю, что я какую-то информацию в силу своей работы, да, на самом деле по правам ребенка могу прозевать. Мне нужно держать руку на пульсе. Поэтому я просматриваю информацию и в Инстаграме, и в ТикТоке, и в Телеграме, и в ВКонтакте, и в Фейсбуке, что реже, чтобы быть в курсе. Мне кажется, если родителю не безразлично, где с кем проводит время ребенок, он обязательно заглянет на эти странички, убедится в опасности, либо в безопасности защищения их ребенка. А как вы считаете, вот такие случаи, да, вот, которые, случай произошел у нас на мосту Александра Невского, да, когда молодой человек снимал ТикТок, они могут спровоцировать еще подобные какие-то случаи? Я бы рекомендовала средству массовой информации исключить упоминаемость и распространяемость информации о подобных вилах, дабы как раз не спровоцировать к подобным действиям. А есть различные инициативы, ну, говорятся они с периодичностью где-то раз в полгода, раз в год, что, в принципе, детей нужно вообще ограничить от интернета, сделать там доступ детям интернет чуть ли не два часа в день. Как вы считаете, подобные инициативы, которые присутствуют пока только в формате разговоров, естественно, они как-то поспособствуют тому, чтобы таких случаев не было? Не знаю, не могу сказать вот прям на 100% к чему это может привести, это может вызвать и протест в сознании детей и ограничение в праве получения доступной информации, но приведу пример моей подруги, у которой дочка учится в четвертом классе, и она имеет возможность пользоваться гаджетом ровно час, один час в сутки. То есть у нее активированы телефонные звонки и смс, да, вот эта услуга, а все остальное один час, и стоит блокиратор, то есть через час время заканчивается, все, спасибо, до свидания. До свидания, да. Да, при этом она занимается английским, посещает танцевальный кружок, ходит в художественную школу и учится еще весьма неплохо. И я, когда ребенку стала говорить, ну как же ты не возмущаешься, ну провоцирую я на некоторые, она сказала, мне этого вполне достаточно, иначе мне не хватит времени на все то интересное, чем я занимаюсь. И так она мне сказала, дорогая тетя Наташа, мне не хватает времени, чтобы почитать любимые книжки. Ну, все дети разные, да, мы понимаем, что если ребенок, начиная с годовалого возраста, занимается только тем, что тыкает пальцем в гаджет, то в 10-12 или там 7 лет сложно его будет ограничить в этом. Поэтому здесь каждый родитель должен понимать, что не доведет, не приведет это ни к чему хорошему, если ребенок будет постоянно находиться в социальных сетях, как для здоровья, так и для психического состояния ребенка. Все-таки давайте искать досуга, так сказать, оффлайн, да, потому что кругом много всего интересного. Я, уважаемые родители, полностью согласен, Наталья Викторовна, о том, что стоит чем-то своего ребенка занять и понять, к чему у него есть данные, к чему у него лежит душа. Наталья Викторовна, спасибо вам большое. Спасибо, Таша. Всего доброго. Берегите своих детей. Спасибо большое. До свидания, друзья. Напомню, что общались мы с уполномоченным по правам ребенка Псковской области Натальей Викторовной Соколовой. Да, но похожий случай произошел еще и на Ольгинском мосту, также 10 октября. Так вот, с моста спрыгнула девочка 2009 года рождения. Из-за дыр ребенка спасли сотрудники патрульно-постовой службы. На момент прибытия спасателя ребенок находился в карьере скорой медицинской помощи. Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Но о том, как это было, мы пообщались непосредственно с героем, с человеком, который спас девочку из воды, сотрудник патрульно-постовой службы Денис Кузьмин. Расскажите, пожалуйста, подробнее, где вы находились в этот момент и как вообще узнали о случившемся? Находился на маршриле патрулирования и ехал с своим напарником. У него труда 18 дом был. Так. И увидели? Не-не-не, не увидел. Мне сам передал Гун Иванова сообщение о том, что человек прыгнул с моста. Так, и вы сразу развернулись, да? Ну, я ехал в том направлении, поэтому включил специальные сигналы, звуковое поищение и поехали на сообщение. Так, и когда вы приехали, как я понимаю, девочка была уже в воде, да? Да. Что происходило дальше, Денис, расскажите, пожалуйста. Мы подъехали к этому месту, где происходило происшествие. Я спросил очевидцев, где девочка. Девочка была за первой опорой от набережной около Кремля, которая разделась. Напарника стал сохранять форменное образование, оружие. Разделся, прыгнул в воду, поплыл за девочкой. Так, а девочка, если не понимаешь, была 2009 года рождения, то есть ей 12 лет, да? Да. Когда вы подплыли к девочке, ребенок в каком состоянии находился? В состоянии шока, аффекта? Он удивился, когда вас увидел? Ну, я думаю, что находилась она в шоке, да. Она пыталась схватиться за опору, удержаться как-то на воде. Она то ныряла, то выпрыгивала из воды. Я подпыл к ней, подвел ближе к опоре, чтобы она подержалась, набралась воздуха, чтобы вместе потом плыть обратно. И, насколько я понимаю, на берегу уже находились спасатели, нет? Ну, слушайте, я не могу сказать, что я не обращал внимания, но когда вышли из воды, спасатели были на месте, скорая была. А о чем-то с девочкой разговаривали, пока непосредственно находились в воде? Она на мои вопросы не могла ответить, наверное, было очень холодно, заморзла или была шокирована. Но мои просьбы она выполняла, то есть понимала, что я прошу ее. Сколько в общей сложности, вот, как вы думаете, ребенок провел в воде? Ну, минут 10, наверное. Денис, ну, как я понимаю, вы ни секунды не раздумывали, да, и сразу же отправились спасать тонущего ребенка, да? Ну да, у меня было время только раздеться, снять формулы обмазирования, чтобы самому было не тяжело плыть и поплыл. Ну, как я понимаю, сейчас здоровье ребенка ничего не угрожает, да? Да, узнавался, вроде бы не плохо себя чувствует. Спасибо вам большое, Денис. Надеемся, что больше таких подвигов совершать вам не придется. Конечно, желаем вам хорошего дня и удачи. Спасибо, всего доброго. До свидания. Да, ну, в этой истории все закончилось, слава богу, хорошо. Друзья, будем двигаться далее. Еще одну тему сегодня в нашем эфире мы успеем обсудить, а именно поговорим немножечко про кино. Весь стартовал прием заявок на областной фестиваль краткометражного молодежного кино «Киномания на Великой». У нас на связи руководитель проекта Марина Костюк. Марина, доброе утро. Доброе утро. Марина, ну, давай по порядочку вообще, да? Что такое «Киномания» и с чем ее, как говорится, едят? «Киномания» — это областной фестиваль краткометражного молодежного кино. Называется полностью «Киномания на Великой». Как я понимаю, подобный конкурс краткометражного кино проходит у нас уже не в первый год, да? Нет, не первый. Этот год уже является одиннадцатым. И изначально «Киномания» была небольшим городским конкурсом, где ежегодно участие принимало в среднем десять команд съемочных. Минимум у нас было шесть заявок, максимум было двенадцать. Потом мы решили попробовать выйти на новый уровень. Сделали другого формата, сделали уже не «Киноманию», а «Киноманию» на Великой. Так. И мы попробовали сделать международный формат и всероссийский. И количество заявок, конечно, выросло, но очень маленький процент заявок стал отпусковывать. Нас это очень расстроило. Марин, понимаете, тут какое дело? Это как с футбольными легионерами, да? Вроде бы хотим, чтобы было у нас больше классных игроков, приглашаем из-за рубежа. А своих-то нету, да? То есть, получается, делали мы конкурс для всей России, что тоже неплохо. А наши-то наши, где наши режиссеры? Где спилберги? Вот, для того, чтобы найти всех наших знаменитых будущих режиссеров, мы решили, что хватит им ходить к нам только на показы, как зрители. Мы хотим видеть их как участников. И поэтому в этом году мы, скажем так, сконцентрировались только на Псковской области. Участие могут принять только жители нашей Псковской области. И специально для них мы в фестиваль добавили обширный блок, образовательную программу. Ага, то есть, другими словами, чтобы вы поняли за 11 лет, чтобы получить, точнее, хорошее, качественное кино, нужно сначала людей обучить. И образовательная программа будет, да, в этом году? Да, в этом году мы... Ну, до этого мы раньше тоже проводили образовательную программу. Но, скажем так, в урезанном формате это были мастер-классы. Но сейчас мы решили провести углублённую программу. Она проходит по четырём направлениям. Это режиссура, сценарное мастерство, операторское искусство и, конечно, монтаж. Ага, то есть, получается, те, кто закончит вот эту вот образовательную программу, школу, да, Блиц-школу кино, они затем уже готовят свои фильмы на конкурс? Не обязательно. Мы очень ждём из их числа участников, которые будут готовить режиссурное кино на конкурс. Но также, ребята, мы просто проводили уже опрос, часть из них действительно готовятся на конкурс, часть из них просто получают какие-то новые знания. И, надеюсь, что в будущем они тоже к нам присоединятся. Ага. А вот если я как-то не попал на вашу образовательную программу, но смотрю, что плёночная видеокамера пылится у меня на балконе, захотел снять фильм. Как принять участие? Участие можно принять сейчас и в конкурсе. Мы уже открыли приём заявок. До 15 ноября можно присылать свою работу. Так что, Александр, если она у вас уже есть снята, представьте. Ага. Так. Если ещё хотите присоединиться к обучению, то тоже можно к нам присоединиться. Нужно для этого зайти в группу молодёжного центра. Там вы найдёте ссылку и на обучение, и на конкурс. Так как обучение у нас уже стартовало, то часть уроков пропущена. Но мы специально для участников, которые пропустили, или по каким-то причинам не смогли посмотреть, мы все записи храним. И их можно будет посмотреть и договорить. Марина, мне кажется, тут надо сказать в наш меркантильный век, в это меркантильное время, что всё у нас бесплатно происходит, правильно? Да, абсолютно бесплатно. Поэтому мы будем рады, если вы к нам ещё присоединитесь. Да, присоединиться ещё можно. Всё-таки, если снимать, то какие номинации есть, какие направления есть у этого конкурса? В конкурсе у нас три основных направления. Это, собственно говоря, игровое, краткометражное кино, документальное кино и социальный ролик. Так что можно себя попробовать в любой из ипостасей. Вот попробовали. Допустим, снял я замечательное документальное кино. И какие лавры? Будет ли мне золотая пальма и ветвь, либо, может быть, сразу Оскара вручат? В этом году мы решили ограницаться с замечательной возможностью. Мы хотим отправить всех победителей по всем номинациям в Санкт-Петербург. Точнее, хотим, чтобы они посетили киностудию Ленфильм. Мы предполагаем, что эта поездка должна будет заинтересовать ребят и вдохновить на дальнейшее свершение. Ну, на Ленфильм побывать, я думаю, что любому начинающему, да и неначинающему режиссеру и человеку, который увлекается в кино, будет в любом случае интересно. Марина, хочется пожелать вам удачи. Прием заявок, напомню, до 15 ноября, да? Да. Ага. Ну, я думаю, что как раз с 15 ноября мы с вами свяжемся и вы расскажете о том, что же прислали вам на конкурс. Спасибо большое, друзья. Общались мы с руководителем проекта «Киноманина Великая». Марина Костюк. Марина, хорошего дня. До свидания. Друзья, ну, а прямо сейчас закончим наш эфир, конечно же, тоже одной замечательной музыкальной композицией. Так вот, долго раздумывал о том, что же поставить вам такое в конце эфира про кино. Ну, и, конечно, есть хит от Ивановшек Интернешнл, который так и называется «Билетик в кино». Давайте послушаем. Ну, а я с вами прощаюсь. Меня зовут Робин Александр. До новых встреч на Радио России. Пока.